Всем привет! Я Леся Грузинская, это канал Духи.РФ, и сегодня я познакомлю вас с моим парфюмерным виш-листом. За четыре года работы на канале Духи.РФ через мой нос прошли просто сотни, если не тысячи ароматов. Но какие-то мне, естественно, нравились меньше, какие-то нравились больше, поэтому каждый раз, когда на съемке какой-то аромат западает мне не только в нос, но еще и в душу, я записываю эти ароматы в мою заметку парфюмерный виш-лист и практически ничего не покупаю. Хотя нет, я все-таки покупала несколько раз от Леванты, и именно это мы советуем, кстати, всеми ведущими на канале Духи.РФ, если вам понравился какой-то аромат с одного звучания, сначала купить от Левант. И так несколько ароматов у меня только от Левантами и остались. Но сегодня я подобрала пять ароматов, которые мне за время съемок понравились больше всего, и в конце этого сюжета мы с вами определим, который из них достоин встать на мою парфюмерную полку. Начнем, наверное, с самого женственного аромата из всей моей подборки, потому что на самом деле, ну, женственность в таком концентрированном виде для меня больше чужда. Но аромат Love in White от Крит, я помню, что покорил мое сердце прям напрочь, прям как стрелой амура пронзил. И на самом деле, я уверена, что, возможно, именно этот претендент достоин того, чтобы его приобрести. И прекрасный аромат, правда, чистоты, женственности. Я в прошлый раз сказала, что я представляю себя в этом аромате, бегущей по цветущему саду. А в этот раз я не могу сказать, что я бы ограничилась одним платьем. На самом деле, я бы в этом аромате сейчас и в пиры, и в мир, и в добрые люди. Потому что он максимально универсальный. То есть для меня это не та женственность, которая кричит, смотрите, я девочка, а та женщина, которая уже понимает, что ей ничего кричать не надо. То, что она женщина, понятно, за километры. В пирамиде здесь четко чувствуется пудровый ирис, молочная нотка риса, сладкая магнолия и свежий жасмин. Есть, конечно, у ароматов крит, не только у этого, но и у остальных, такой довольно весомый минус. Потому что они любители нагнать себе высокой цены, в том числе придуманной многовековой историей. То есть ароматы крит стоят, по-моему, под 30 тысяч в розничных магазинах. И я не могу сказать, что как бы они звучат дешевле, но в целом ароматы около 30 тысяч, давайте будем честными, это дорого. Поэтому, может быть, в моей сегодняшней подборке найдутся не менее достойные, но более бюджетные ароматы. В противовес белоснежному Криду сегодня я представлю Coco Noir от Chanel, собственно. И мне кажется, сегодня это чисто моя цветовая гамма, но не факт, что именно он станет моим любимцем. Хотя, вообще-то, у меня нет ни одного представителя Chanel сейчас на моей парфюмерной полке. И мне кажется, это большое упущение, потому что как минимум один аромат из этой марки должен быть у любого человека, который, в принципе, пользуется парфюмерией. Поэтому, возможно, это будет и он. И он, конечно, прекрасен. Сама себе говорю, Олеся, как же хорошо, что именно эти ароматы когда-то тебе запомнились на съемках, что именно их ты захотела, потому что очень красиво звучит, очень красиво собран. Хотя я говорила еще в прошлый раз, что сочетания розы, жасмина и пачули довольно банальные, но здесь они звучат далеко не банально. Все-таки есть у Chanel узнаваемая база. Сколько бы раз не лажали наши ребята на слепых затестах и говорили, что это точно не Chanel, вот здесь они бы не ошиблись. Это точно Chanel, именно это позволяет этому аромату быть не банальным в таком классическом сочетании ароматов. И, ну, по звучанию с предыдущим они, конечно, колоссально отличаются, как и по цветам, практически противоположности. Если в Криде я бы хотела больше сиять днем в каких-то открытых пространствах, то это идеальный аромат для того, чтобы пойти на какую-то вечеринку, в ресторан, на свидание, произвести впечатление ярко. Вот мне кажется, под этот образ он, правда, очень хорошо подходит. Еще один светлый аромат в моем виш-листе – это Spiritual от Mikalev. На самом деле я советую вам познакомиться не только с этим ароматом, но и с другими ароматами из линейки Secret of Love, на которой я делала подробный обзор. Вот здесь где-нибудь по подсказке наверняка его прикрепят, и мне с той съемки понравился не только Spiritual, но и Sensual. Но сегодня я решила вспомнить именно этот, потому что я так о нем прекрасно отзывалась, и, если честно, с тех пор его больше не слушала. Причем я сомневалась, какой все-таки взять, серый или белый, сегодня на обзор. Sensual – это была мускус и ваниль, а здесь это жасмин и амбра. И, если честно, я не знаю, может быть, стоило все-таки взять два, потому что я не могу сейчас сказать, что я прям снова влюблена в этот аромат. Для меня все-таки сладости базовой, которая здесь заявлена, и амбра, и амбидзоин, и ваниль есть в базе. Для меня ее слишком много сейчас, причем они заявлены в базе, а я их чувствую с самого начала. Цветы жасмина, они вот как раз больше так неусидчиво витают в воздухе, и мне кажется, что они как раз испарятся, а на коже останется сладость. И со мной уже такая ошибка однажды случилась, когда я влюбилась в Тициану Теренци, по-моему, это была Кассиопея, и я таки взяла ее вот Леванти, за что большое мне же спасибо. Потому что мне тогда показалось на съемке, что этот аромат безумно красивый, а он меня начал душить. И что-то мне подсказывает, что с Миколефом, с Пиротелл, может со мной случиться то же самое. Слишком уж ярко я чувствую эти ноты, и мне кажется, что они для меня могут не исчезнуть. А, как мы знаем, хороший аромат – это тот, который ты сам через какое-то время перестаешь чувствовать. Красота все-таки неумолима, он, правда, многим понравится, он довольно нежный, но с ним нужно быть аккуратным. В какой-то момент я поняла, что мне явно нравится одна нота во многих ароматах, и это мускус. Поэтому сегодня я решила выбрать один из мускусных ароматов, прямо у которого в названии написано «Маск». Еще и «Амбер». Это «Амбер маск» от Эрин, дочка Эстелаудер. И это, конечно, аромат невероятной красоты. Он тонкий, легкий, полупрозрачный, женственный, чувственный. Столько эпитетов приходит в голову. Интересно, что в названии написано «Мускус» и «Амбра», хотя, если верить пирамиде, то там заявлена не сама «Амбра» натуральная, а «Амброксан», то есть это как бы химический вариант «Амбры». Хотя, если верить многочисленным статьям и отзывам экспертов, то запах «Амбры» от «Амброксана» практически никто отличить не может. И, ну, если говорить про стоимость, то сам «Амброксан» тоже очень дорогой химический элемент, то есть как бы не сэкономили. Но, если честно, это тот аромат, в котором даже не хочется разбираться, что они там использовали, настоящую «Амбру» или «Амброксан». Очень все красиво звучит. Здесь еще заявлены роза, но я не чувствую прям такой яркой цветочности здесь. Интересно, что есть нота кокоса, хотя я кокос не очень люблю нигде, кроме как еды. Я не любитель гурманики в таком виде, но здесь он, если и есть, то он, возможно, дает только если какую-то молочность и теплоту, какое-то ощущение отдыха, разве что так. Очень красиво. И что самое интересное, что он универсальный и носибельный. Его можно, правда, использовать каждый день. В нем можно появиться, как и на свидании. Я довольно уверенно бы себя чувствовала себя в каком-нибудь красивом платье, на свидании с мужчиной в этом аромате, так и спокойно в пиджаке в офисе. Ну и напоследок я оставила самый спорный аромат – это Мегамар от Орта Париси. Его мы решили сделать еще и в анпакинг, чтобы, кстати, сказать и показать вам, как можно из обычной картонной коробочки сделать нечто удивительное. Просто раз, необычной формой ее сделать, и она вот, простая картонка, раскрывается вот таким большим красивым цветком. Почему именно этот аромат? Потому что я тогда делала обзор целой линейки от Орта Париси, и этот мне больше всего, я помню, запомнился. Но, как и остальные ароматы, которые создал Александр Гуальтьери, в нем нет официально заявленной пирамиды. Поэтому что вы там почувствуете, какие ноты вы там услышите – это только дело вашего носа. Официально известно только, что это аромат на тему акватики. Вот, собственно, и все. А дальше уже полет вашей фантазии. Но сегодня я решила с ним познакомиться заново, потому что уж очень живописно я его описывала в прошлый раз. Интересно, а сегодня я чувствую вообще какие-то горелые поленья, которые морским прибоем вынесла к берегу. Но он очень красив, очень интересен. Ну, в отличие от предыдущего Амбер Маск, это точно не тот аромат, который вы будете носить и в пир, и в мир, и в добрые люди. Он явно требует определенного дресс-кода, настроения и, возможно, даже компании, которая к нему готова. Но вот как минимум от Левант, мне кажется, стоит себе заказать, потому что такие спорные, такие необычные ароматы все-таки появляются нечасто. Ну что, я вам рассказала все свое самое сокровенное, поделилась с вами пятью ароматами, которые больше всего попали мне в сердечко. Поэтому сердечко и лайк этому видео от вас. А в описании под этим видео есть ссылки на эти ароматы, поэтому мой виш-лист может вполне стать вашей парфюмерной полкой. Вы можете перейти по ссылке, почитать подробнее про аромат, узнать отзывы и цену на сайте духи.рф. Пишите в комментариях, какие из этих ароматов вам знакомы, может быть, что-то у вас уже есть. Поделитесь своим опытом ношения этих ароматов. Я с удовольствием почитаю комментарии, пообсуждаю с вами. Возможно, с кем-то из вас у меня совпадают вкусы, возможно, кто-то категорически не любит эти ароматы. Я была с ними рада вновь познакомиться. Я убедилась, что практически все, кроме некоторых, действительно заслуживают моего внимания. Но если выбирать сегодня один, а я вам обещала, то я точно уверена, что на моей полке найдется место, и я точно буду носить амбер маск от Эрин. И мне кажется, что большинству из вас он тоже зайдет. Поэтому не забывайте про лайк, подписку на канал и колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»